История одного человека Я со стихами уже давно нахожусь по разным углам ринга, хотя и частенько вспоминаю время нашей с тобой переписки, когда каждое письмо в оба конца, во Владивосток от меня, Ярославль от тебя содержала новый поэтический опус. Профессия взяла свое, и мне ближе сухой и точный слог юриспруденции, но кое-что все-таки напишу, причем преимущественно не про стихи. Пишу это не для предисловия, а для тебя, так что не обессудь, тем более что тут вполне уместны слова моего любимого персонажа из фильма «Покровские ворота». Заметьте, не я это предложил. В духе жанра буду писать о тебе не в первом лице. Каждый автор стихов, если хотите, поэт, пишет историю своей жизни, выражает свое мироощущение реже в миропонимании. Это касается как забронзовевших классиков, так и начинающих авторов. Тем более это относится к тем, кого поэтическая муза посещает несколько десятилетий. Александр Куликов пишет стихи более 30 лет, а вехи его творчества совпадают с вехами его жизни. Родился и вырос он в городе Чемкенте, в центре Южно-Казахстанской области, тогда еще Казахской ССР, ныне территория независимого Казахстана. Это от них не только степной край, находится в предгорьях Панира и пересекается множеством полноводных горных речек, начиная от Арыси и Келеса и до полноводной Сырдарьи. Отсюда любовь к красотам природы и поклонение красоте вообще. Отсюда и стихотворение «Горы Памира». И говоря словами Высоцкого, нужные книжки читал. О его любимом предмете в школе можно даже не спрашивать. Конечно, литература. При этом не просто учительницей, но духовной наставницей Александр до сих пор считает школьного преподавателя литературы Лидию Павловну Ким, которой посвящен ряд стихотворений, написанных, заметим, через много-много лет спустя, после завершения школы. Кстати, школа для него завершилась после восьмого класса, в 79-м году, поступлением в Свердловское Суворовское училище. Не столично, но одну из лучших в СССР. Вероятно, нужные книги породили у юноша и сугубо мирной семьи искреннее чувство патриотизма и желание служить Родине, России. Отличник по натуре и призыванию Александр и училище закончил в числе лучших, получив редкое право выбора, в каком высшем военно-учебном заведении продолжить обучение. Излишне напоминать, что все два года обучения в Суворовском училище и его любимыми предметами были литература, история, хотя и точные науки оставались для него небезынтересными. В силу этих обстоятельств он и выбрал в 81-м году Ленинградское высшее военно-политическое училище, которое в дальнейшем, кстати, получило имя Юрия Владимировича Андропова, где мы с ним, к слову сказать, вместе обучались и подружились на годы, на долгие годы вперед. Для законченного гуманитарнее и книголюба это был единственно возможный выбор, если, конечно, в этой ситуации можно говорить о выборе. Впрочем, он по военной линии так и не пошел, а его пребывание в Ленинграде в разных статусах затянулось почти на два года. Как Суворовец, вернее сказать, как называли себя все выпускники Суворовских училищ, кадет, Александр Куликов быстро вошел в ритм курсантской жизни, став сержантом, командиром отделения, учился по традиции только на отлично. Нет сомнения, что со временем он стал бы отличнейшим офицером и воспитателем. Благо, все задатки лидера у него были, есть и будут. Однако уже в концу первого года обучения вера взяла тяга к свободе, причем скорее духовной, нежели физической. И уж точно свободы не от, а для. Современному молодому читателю сложно представить, что в условиях относительно закрытого и строго регламентированного социума сложно было даже получить возможность просто изучать наиболее интересующие тебя предметы или найти время для любимой книги. Это приводило к тому, что в нарядах и караулах Александр вместо законного времени для сна на технических предметах и самоподготовке штудировал литературу по философии, истории, а белые ленинградские ночи вообще позволяли не закрывать книг. Естественно, что его любимым предметом стала преподаваема на первом курсе русская литература, любимым наставником Екатерина Михайловна Таборисская, филолог, специалист по русской классической литературе. К числу любимых относился и преподаватель философии, полковник Алексеев, человек очень большой эрудиции. Свободное посещение Ленинграда ограничилось обычно двумя разами увольнителями по-армейски в месяц, причем все они у него осознанно носили культурно-просветительскую направленность. Отсюда поэтический цикл автора, русский музей, хотя и Эрмитаж впечатлял не меньше. Параллельно он изучил наизусть пушкинского Евгения Онегина, ибо хотел стать продолжателем дела Юрия Михайловича Лотмана, хотел стать пушкинистом и учеником его по Тартовскому университету. В общем, после первого курса наш герой твердо решил оставить военную стезю и посвятить себе науке. Казалось бы, чего проще. Однако на дворе был 1982 год, а добровольный уход из военного учебного заведения не предполагался. Могли отчислить за нарушение дисциплины или неуспеваемость, однако он был дисциплинирован до педантичности, да к тому же еще и отличника. Виторий разрыв через уговоры и давление затянулся на 8 месяцев, и только усилиями друзей удалось предотвратить его исключение из комсомола, перекрывающие в то время дальнейшие учебные перспективы. Однако и ленинградские с Тартовским университетом остались в стороне. Несколько неожиданно и даже для себя Александр поступает в Дальневосточный государственный университет, на Восточный факультет, избрав специальность китаеведа. На факультете он обучался в то время и главный мумитроль Илюша Логутенко. В дальнейшем Александр отдает дать любовные лирики разной степени откровенности и искренности. Это посвящение Марине Паняевой, Наташе Хаматовой и другим. Впрочем, ничего случайного не бывает или почти не бывает. Оказалось, что дед Александра в 41-м году защищал Дальневосточную землю, о чем стихотворение с дедовской купелью. Дальнейшие труды на Ниве предпринимательства и администрирования мало способствовали пробуждению романтических чувств. Однако посвящение конкретным людям, преимущественно друзьям, слишком откровенные и прозрачные. Увы, философский склад ума и задатки исследователя Александр в полной мере пока не реализовал. Хотя и закончил аспирантуру, ДВГТУ, специализируясь на творчестве Льва Николаевича Толстого. А тема его диссертации «Лев Толстой. Его религиозное мышление». И выразил свои взгляды в стихотворение из цикла «Русский музей» картины Илья Ефимовича Репина «Портрет Толстого», написанное в далеком 87-м году. Как человек и как поэт Александр за свои поэтические 30 лет окреп и заматерел. Многое приобрел, возможно, кое-что утратил. Но и неизменным остался идеализм в лучшем значении этого слова. Неудержимое стремление к поиску истины, к недостижимому при осознании этой недостижимости. Согласитесь, миром правят холодные прагматики. Однако именно искренние идеалисты делают его лучше и чище. За сим позволь откланяться. Андрей Лушников. Доктор юридических наук, доктор исторических наук, заведующий кафедрой трудового и финансового права, юридического факультета Ярославского государственного университета имени Демидова. Другие свои должности и регалии позвольте не озвучивать. Это была история человека, но история еще не закончена. Она продолжается в городе Владивостоке. Редактор субтитров А.Семкин